Я могу понять, как недовольствие сферы не только, но и в ваших местах, а не только, но и в ваших местах, а не только, но и в ваших местах, а не только, но и в ваших местах. Да. Здравствуйте. О записи разговора уведомляю ООО столичное агентство ЛПВ «Сдрата долгов» Черкова Светлана Витальевна, специалист коллекторского агентства Анастасия Алексеева. Это вы? Да. Здравствуйте. Скажите, у вас на каком этапе решения вопроса? Вообще не собираюсь с вами это обсуждать. Почему? Потому что у вас документов нет. Документов каких? Никаких. Какие вам нужны документы для работы? Уже сто раз объясняла. У вас есть разговоры займа в компании «Лайн займ». Они передали ваше дело на разработку коллекторского агентства согласно с 2005 стратегией. На слово вам поверите. Можете обратиться? Можете, могу, конечно. Только кому это надо? Мне или вам? Вы же хотите заработать, а не я. Зачем мне вам жизнь упрощать? Так что блуждайте в невежество. Неведение, я хотела сказать. Неведение чего? Информации чего-чего. Вы забыли, чего вы спрашивали? Давайте, соберитесь. Соберите мне информацию. Да, мы-то собрались уже у нас с Алексеевны. Да? Вы спрашиваете задумки, вы, ну, естественно. Я еще раз вам говорю, что у вас документов нету, поэтому, естественно, платить никто не будет вам ничего. Так вы не нам платите. Вы платите своим взаимодавцам изначально. Да, вас это не касается все равно, в любом случае. Ничего не касается. Ничего не касается. Я вам все равно объясняю. То, что у вас не касается, то, что вы не согласны. Документы предоставьте, прежде чем объяснять. Не надо навязывать свою не темную, не нужную информацию. Вот что в башке происходит у человека, который начинает, я объясняю, и бубу-бубу-бубу-бубу-бубу. Кто спрашивал? Кто спрашивал вашего мнения? Кто просил что-то объяснять? Я сказала, документы предоставьте. Нет документов, нет разговоров. О чем вы продолжаете говорить? О каких документах вы говорите? Я не знаю. Попробуйте почитать законы, выучить, какие документы в таких случаях предоставляются. Я не собираюсь повышать вашу юридическую грамотность бесплатно, тем более. Все документы, которые вам должны были предоставить, предоставляет ваш взаимодавец. Так вот, если вы агент, то ноги в руки, помчались к взаимодавцу, как вы это называете, отвратительное слово, аж язык свело, и говорите, документы почему не отправил взаимодавец? Ну-ка быстро, у меня с тобой договор, ты обязан это сделать. Так это не работает. А, так не работает. Да, ну это ваша проблема, значит, вы не умеете работать, получается. Ни долги выбивать не умеете, ни документы выбивать. Толку от вас тогда, может, вы тем-то не тем занимаетесь? Может, вам в эскорт все-таки пойти? Давайте, давайте вы прекратите искать причины и тянуть время. Так, и чё вот это вот мне мышь какая-то серогорбая не рассказывала, прекратить мне или не прекратить? Ну-ка. А вы готовы будете, в принципе, разговор продолжать? Тихо. И брысь под лавку. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия Алексеевна. Да. Меня зовут Горгина Татьяна Александровна. Это изыскание банка трубоков. Анастасия Алексеевна. На данном вами зафиксировано нарушение по вашему договору. У вас по произведению карты имеется задолженность в размере 1500 рублей. И вам необходимо произвести оплату этой суммы сегодня до конца дня. Готова оплатить? Не хочу. Поясните. Не хочу платить. Чё пояснять-то? На каком основании вы отказываетесь от оплаты? Ну вот не перед вами я основание свое буду озвучивать, это уж точно. А вы понимаете, что сроки исполнения обязательности рекоментированы не только в условии договора, но и статьей 314 Гражданского кодекса Российской Федерации. За нарушение сроков оплаты уже предусловлено ответственность. Сейчас идет прямое нарушение действующего законодательства Российской Федерации с вашей стороны. Это осознается? Чё? Я задремала заново, давайте. Заново оплачивайте, Анастасия Алексеевна. Всё, молодец. Рекомендацию дала мне незнакомая тётка. Ну давайте вам тоже обменяемся. Идите нахрен по своими советами. Сейчас еще буду вынужден зафиксировать негативную информацию. Нет, только не негативную информацию, пожалуйста. Не надо негативную информацию, это же так важно. Сейчас я готов предоставить вам, регулировать запрос долгом добровольно для оплаты минимума. Ой, боже мой, у кого директриса? Сейчас будет готова, она предоставит возможность. Давай лучше фиксируй, что-то там фиксировала. Негативную информацию, вали отсюда. А вы принимаете? Да. Да, Караганда, давай, вали отсюда, вали, вали. Вали отсюда. Свободно. А что сделать? Свободно. Верните к вам. А, сейчас, конечно, беги, бегу и волосы назад. Никонеч тут мне не ной, привыкла ныть по жизни. А, вы привыкли так делать. Ну, что сделать? Ой, кто взывается, тот так само и называется. Ну, серьезно, это в Верест надо, там так любят. Или в Мбайфинанс. Они тоже любят такую принимать. Я тебе еще раз говорю, иди нахрен. Условия кредитного. Я тебе еще раз говорю, иди нахрен. Направлены. На хрен. На хрен. Давай, пошла вон отсюда, псина. Да. Алло, здравствуйте. Компания НСВ. Аралина Оксана Павловна. Представляем интересы. Ренитанс кредитного антона. Идет в записи разговоров. Вы, Елена Викторовна, уведомления получали уже ранее от банка? Нет. А своих обязательств помните, Елена Викторовна? Нет, не помните? Нет, не помню. Я про ваши обязательства перед банком. Нет, не помню. До этого помнили, смеялись, некорректно общались. Теперь забыть решили, да? Да. А еще требовали агентский договор ранее. То есть раньше помнили, теперь решили забыть. Да. Да, да. Ну, хочу вас предупредить, что по закону забыть вы никак не сможете. А если у вас действительно какие-то провалы в памяти, то медицинские документы предоставят. Сейчас я зафиксирую, вот доплуждение, к сожалению. Фиксируйте себе глубоко и вертите до получения максимального наплуждения. Елена Викторовна, о своих обязательствах вы не помните, но последствия, которые могут быть в случае вашего нерешения своих вопросов, могут серьезно вас коснуться. И, к сожалению, потом вам, наверное, будет не до смеха. Ой, ой, боже, как страшно. Я сейчас с вами прощаюсь. Пока-пока. До свидания. Да. Здрасте. Да, только громче. Откуда так из гроба вы вещаете? Я не слушаю, вернее, слушаю, но не слышу вас нифига. Если вы работаете из дома, то будьте любезны, наладите себе гарнитурку. Вас не слышно. Громче. Придется вам громко... Хорошо. Меня зовут Карпова Мария Андреевна. Отдел взыскания банка членков. Там я бы договариваюсь с нашим сотрудником на оплату, но не лечить средства. И условия договора, что были нарушены. Давайте читать правильно. Пребывание банка... Ой, жалко, такое маленькое еще, зеленое. Так, еще не знает девочка, в какую прожарку попало. Рассказывай, рассказывай, мой хороший. Слушаю тебя. Пребывание банка произвести оплату в размере 12 тысяч в учетах рублей сегодня. Оплата поступит... Конечно. Почему бы своевременно не оплатили до должности до 9 сентября? В запой ушла. Такого варианта нету. Что же делать-то? Такого варианта нет. Бедная. Ну давай, придется импровизировать тогда, получается. Ну, вы не работаете. Или у вас удерживаются зарплаты. Почему? Я работаю, зарплату платят вовремя. Просто взяла, ушла в запой. Что, не бывает такого, что ли? Все мы люди. Хорошо, ладно. Началось все с днерождения подружки. Галиночки. Ой, она у меня такая, конечно. Не могу. Богиня. И мы с ней как закутили. И все. Хорошо. На данный момент сумма оплаты в размере 17 тысяч 500 рублей у вас на руках? На ногах. Ладно. В таком случае давайте составим платежный документ. Однако я должен вас любить визит. Если оплату... Должна. Не должен. Ты там же должен. Должна в скобочках у тебя написано в скрипте. Что ж ты о себе говоришь должен? Ты же девочка вроде бы не мальчик. Правильно? Должна. То-то же. Правильно. Давай. Давай составим платежный документ. Вам будет в праве высшую сумму долга. Ага. Хорошо. Готовы. Должна в размере, да? Да, да, да. Давай составим платежный документ с тобой. Составила? Мой хороший. Да, хорошо. Я возьму эти деньги на оплату. Получить оплату, так? В смысле? Ты же спрашивала до этого, деньги на руках? Я тебе говорю, на руках. Ты что? Ку-ку что ли? Ну, Афаня, сундук со сказками сперли. Прошли, зипой. Ты чего? Прошли, зипой. М? Каким способом вам будет удобно переводить деньги в банк? Переводом. Хорошо. Информацию по фиксированию. Ожидаем оплату в размере 500 тысяч 500 рублей всего до того времени. 700 тысяч 500 рублей ты ждешь? Семнадцать тысяч 500 рублей. А, семнадцать. А я думала, семьсот. Ну, ладно. Давай, пока, мой хороший. Давай, почини гарнитуру. Там, вот, с такой связью работать нельзя. И скрипт наизусть выучи. Потому что это не работа. Я не знаю, у тебя там старший есть? Нет? Давай, все, пока. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Здравствуйте, звонок Сбербанка России. Здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Наталья Николаевна Пожигина, специалист Сбербанка. Наш диалог записывается. Скажите, пожалуйста, я сейчас звоню Алене Алексеевной. С вами общаюсь сейчас? Да. Оно поступает по опросу о ваших потребительских кредитах, оформленные вами в девятнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом году. Вот, шестнадцатого, сенадцатого сентября была дата оплаты по данным кредитам. Что у вас на счет не поступило? На сегодня 14 тысячи вас в 90 рубля, если круглить. Позвольте, с чем связана данная ситуация? С жадностью. Это с чем связано, Алена Алексеевна? Ну, это с жадностью. Чей? Соседской. Соседской? Угу. Ну, а как данный пункт относится к оплате кредита? Не знаю, пораскиньте там чем-нибудь. Что? Пораскиньте чем-нибудь, сообразите. Я должна это сделать? Нет, соседка ваша по парте. Алена Алексеевна, на сегодняшний момент звонок из Сбербанка России. Ё-моё, из Сбербанка! А я не сразу, а я и не поняла, что из Сбербанка. Японский магнитофон. Не то, что я сидя, ничего, что я сидя разговариваю. Ну, а зачем так общаться, Алена Алексеевна? Я, мне кажется, спокойно с вами общаюсь. А я, разве не спокойно? В ваших интересах, Алена Алексеевна. Вы заблуждаетесь у меня в отношении вас и вашей компании. Нет совершенно никаких интересов. Документы ваши передали на возможное выставление общей суммы для закрытия данных продуктов. У меня, наоборот, фиксированы нарушения по данным кредитам. За последние шесть месяцев, уже шестой месяц, фиксируется данное нарушение. Поэтому, если у вас намерение не имеется в отношении с банком с гладью, востребование банка – это до 23 сентября. Это будет четвергопрос по оплате решить. Сбербанк онлайн через карту стороннего банка. Если наличие данной карты имеется, сумма к оплате. А вот вопрос производите, решайте. Все? Закончились ценные указания у меня? Я совершенно не указываю, Марина Алексеевна. Ну, подождите, вы только что, в каком контексте вы только что говорили? Принимайте, предпринимайте, решайте, платите, делайте. В повелительном тоне, между прочим. Так что именно ценные указания это и воспринимается. Да мне фиолетово на все ваши требования, если вы не поняли. Когда берете кредиты? Когда берем, тогда берем, а когда отдаем, тогда отдаем. Или не отдаем. Вот я об этом и озвучу. Об этом и озвучу, твою мыс. Как можно так разговаривать? Вы когда буквы в ротик набираете, вы их получше перемешиваете, потому что что-то хитрое это несется. У вас документы подписаны. Нет, только не документы. Только не подписывайте документы. Четко, да? Угу, угу. Все понятно. Хорошо, моя хорошая. Хорошо. В сегодняшний момент нужно зафиксировать. Фиксируй. Фиксируй, пубочка моя. Фиксируй все, что тебе хочется. Мне глубоко и индифферентно. Что ты там будешь фиксировать? Вы проживаете по адресу регистрации? Мы проживаем на дне океана. Анкетные данные не изменились? Не исключено, что изменились. Вы не перестаньте звонить с мобильных телефонов и не надо распространять мои персональные данные. Вы же не убедились, что я это я. Вот и не сметь. А кто это может доказать? Со своего вы или не со своего? Вот когда под запись, без записи. Вы когда будете звонить с официального номера, который можно как-то идентифицировать или подтвердить, то вы не можете прекратить мой монолог? Вы не обладаете таким... Самоумерзация. Тут продолжается. Не желаю вам того же. Это чё с башкой вот? Я прекращаю ваш монолог, говорит. Ты чё, возомнила себя кем, кукушечка моя? Так вот, для тех, кто на броневичке, повторяю, не дала мне это сказать, но ты слушаешь, и это хорошо. Значит, до тех пор, когда пока из банков и коллекторских организаций звонят с мобильных номеров телефона, когда невозможно звонящего идентифицировать. И поэт, кукушечки моя? Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»